Всем доброго времени суток! Сегодня рассмотрим с вами еще одну обучающую интерактивную платформу, которая идеально подходит для онлайн-уроков, для разных предметов. Это может быть не только английский язык. Называется наш сайт learningapps.org. Можно выбрать язык интерфейса. Часто перемешиваются английский, например, у меня и мой родной украинский. Но это меня не тревожит, не гложет. Все относимся с пониманием. Не работает поиск из-за перегруза серверов. Это понятно и объяснимо. Сейчас многие сайты столкнулись с такой проблемой. Есть поиск по категориям или названиям предметов. Можно выбрать здесь. Также можно применить фильтр база только на картинках или видео задания, аудиозадания. Можем также выбирать уровень нашего студента или студентов. Можем использовать шаблоны. Наглядно показано, как это делается. Заходя на шаблоны, вы увидите минимум три примера, что вы можете сделать с этим инструментом. Соединить части предложений, например, или вот это может быть картинка, слово. Могут быть антонимы. Второй пример. Изображение и слова. Третий пример. Тоже соединение. Также мы можем найти формат игры весельник, но она здесь в красивом формате. И этот дизайн более приятный. У нас есть цветочек. Наши жизни это наши лепестки. Если мы не угадали буквы, конечно, у нас забирают одну жизнь. Если мы все угадали, нам пишут слово. Мы можем выбрать картинку в конце. Если мы ничего не сделали так, как нужно, цветочек завял. Шаблонов очень много. Выбираем на любой вкус и цвет. Покажу буквально парочку для тех, кто еще не знаком с этим инструментом. Грамматика. Это не я создавала, но мне понравилось это задание. Использовала его в качестве тестирования для многих студентов. Суть понятна. Есть предложение. Перетягиваем в категории. Mary loves. Will never feature. Nobody knows. Давайте возьмем специально неправильные варианты, чтобы увидеть результат. То, что было правильно, подсветили зеленым. Красное. С ошибками. Можно переделать, пока не будет все идеально. Мы можем зайти вот под самим заданием на Create Similar. Создать похожее. И мы можем отредактировать готовые задания или абсолютно все поменять уже под себя. Это чуть дольше, чем пользоваться клавишей Create. Создать самому с шаблона. Можем просто что-то отредактировать в качестве лексики. Или, может, там ошибки какие-то заметили. Все-таки человеческий фактор никто не отменяет. Таким образом можно сделать все намного быстрее. Еще одно задание вам покажу. Принцип Memory Game. Когда мы должны открыть две карточки. Здесь у меня были adjectives. Как раз opposites. Sociable надо было найти opposite. Если находится пара, конечно же, они не закрываются потом. Если чувствуете, что на занятии это занимает очень много времени, давайте надо. Я так и делала. Или меньше тогда карточек, меньше слов. Но это было по учебнику, поэтому мы работали по вокабуляру юнита. Еще какой формат. Распределить на категории. Это тоже создавала я. Три категории. Нужно распределять слова соответственно. Если меняем категорию, нажимаем на следующую. Она подсвечена всегда синим цветом. Если вы выбрали правильно. Вот здесь сделали ошибку специально. И нам говорят, попробуйте еще раз. Если правильно, открывается пазл. Как часть картинки, которую я тоже скачала из интернета. И поставила как заставку в процессе создания этого аппа. Еще какие варианты. Видельник мы уже с вами видели. Принцип игры. Кто хочет стать миллионером. У нас есть вопросы, есть баллы. Четыре варианта ответа. Неправильно. Да, но настройки вы можете менять. Так, я уже не помню, что там было. Десятка, да. И потом вам показывает, на какой вы ступени. Весело, интересно, быстро, эффективно. Очень похоже. У меня все в основном соединение. Мне здесь нравится. Вот, например, мы учили. Если правильно, исчезла. Это тоже можно сделать в настройках. Или бывает такое, что оно не исчезает, а подсвечивается красным цветом. И пока вы не найдете правильную пару, ваш студент, оно так и будет висеть, как ошибка. Такой формат. Ну, по-моему, все остальные подобные. Не возвращает все. Подвисла система. Нет, вернули нас назад. Я просто смотрю по тому, что есть. В основном matching. Да, видео, аудио я еще даже и не создавала. Как искать через Google я вам показала. И вот вам буквально минутка. Отвлечемся. Когда-то мой студент мне показал эту штуку. Я о ней вообще не знала. Это тоже можно применить на уроке. Я сегодня подумала, почему бы нет. Немножко долго, но все равно интересно. Благодаря Google я сегодня узнала, что праздник оказывается, День Земли. И они тоже придумали такой формат познакомить нас с данными праздниками и фактами. Я думаю, что в настройках можно найти, где переключить на английский язык и спокойно позаниматься со студентами. Если на занятии это очень долго, потому что я минут 15 играла и так и не дошла до конца, можно начать. А студенты по возможности, по желанию могут закончить это дома без вас. Пчелки летали от цветочка к цветочку, собирали пыльцу, нектар. И каждый раз, когда ты доходишь до базы через определенное время, тебе показывают факт о пчелах. Очень интересно. Мне прям было дико, жутко, классно, интересно. Можно вот даже с таким гуглом применить какие-то идеи для наших онлайн-уроков и не искать, не открывать Америку, не искать, не создавать велосипеды. Они уже созданы за нас. Летим на наш цветочек, опыляем и в конце показывают факты. Но это будет очень долго, поэтому я не буду вас отвлекать. Вот и все на сегодня. Если вы раньше никогда не пользовались Learning Apps, я думаю, что вы оцените сразу же на первом уроке, когда вы сможете это применить. Дети будут в восторге. Даже любые студенты разного возраста, они обязательно скажут вам о том, что это было вау. А если вы знаете какие-то секретики, не забудьте поделиться. В комментариях мы обязательно все прочитаем. Всем удачи, всем хорошего дня и до новых видео. Пока-пока.